27 февраля на малой сцене главной площадки Игр Будущего состоялись две лекции представителей Казанского федерального университета. Первым спикером стал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский. Сначала он рассказал о перенимании в IT-сфере терминов язык, правила, алфавит и функции из других областей, а позже наоборот о том, как использовать в профессиональной и личной деятельности то, что IT-сфера успела придумать для собственного развития. И затем можно заимствовать то, что, во-первых, IT-сфера сама придумала для своей работы, и это может быть применимо в реальной жизни, в своей профессиональной деятельности, которая не связана с разработкой программного обеспечения, но при этом связана с созданием документов, каких-то проектов и так далее. Во-вторых, очень много есть инструментов для организации собственного времени, собственной работы, все это можно заимствовать. Но в целом IT-сферу желательно изучать, потому что сейчас говорят, что человек цифровой, это как бы такой образ будущего человека, поэтому лучше заимствовать все. Особое внимание было уделено и цифровой гигиене. Михаил Абрамский разобрал виды атак злоумышленников и способы борьбы с ними, а также поделился полезными привычками по информационной безопасности. Свои аккаунты и свои пароли лучше регулярно наслежат, потому что каждый регулярно, с периодичностью какой-то определенной происходит утечки, и, собственно, почта и пароли появляются в этих утечках, и регулярно стоит мониторить свои аккаунты. Вот есть сайт Have I Been Found, он в интернете можно найти, то есть был ли я взломан. И, собственно говоря, если там ваша почта фигурирует, то пароли, связанные с этой почтой, надо вообще поменять абсолютно все. Вторым спикером стал директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чеклин. Тема его доклада «Искусственный интеллект и машинное искусство». Лекция началась с рассказа о зарождении машинного творчества и внедрении его в нашу повседневную жизнь. Совместно со зрителями спикер разобрал принципы работы известных инструментов, их применение в разных областях жизни, преимущества и новые разработки, которые в дальнейшем могут принести как пользу, так и некий вред. Также особое внимание было уделено теме эмоциональности искусственного интеллекта и даже возможности некой шизофрении. Шизофрению машин, я небольшой специалист в области психологии, это когда машина начинает вести себя непредсказуемо по отношению к выходным воздействиям. То есть, условно говоря, ты ее просишь нарисовать кошечку, а она тебе рисует там коридор средневекового замка, где виден там кошачий мех на стенах, например. То есть, условно говоря, когда машина находит свои собственные ассоциации по отношению к тем командам, которые созданы, настолько глубоко их переварят, что ее реакция становится непредсказуемой. Эти бои будут проходить непрерывно. То есть, по текущим системам класса GPT-4 это урегулировано, потому что они являются не совсем полноценными, а вот по тому GPT-5 и новым системам, которые собираются выпустить тот же самый Nadeo, как раз вот Zuckierberg, ну мы не знаем, мы просто не знаем. В конце выступлений слушатели задали спикерам интересующие их вопросы, в том числе о возможности работать в IT-сфере до поступления в университет, о проблемах в области законодательства при использовании искусственного интеллекта и вероятности возникновения сбоев в работе нейросетей. Все это не просто привлекает внимание, но уже является нашей реальностью, которая с каждым днем претерпевает все больше изменений. Напомним, что остается совсем немного до окончания мультиспортивного турнира. Он завершится уже 3 марта. Поэтому, если ты еще не успел узнать о новейших технологиях, окунуться в виртуальный мир и встретиться с любимыми спортсменами и звездами, у тебя еще есть время. Действуй. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.